друзья приветствую вас на канале таро подсказки на каждый день это любовный расклад для близнецов на октябрь 22 года мы сначала посмотрим расклад для тех кто в паре и свободные близнецы там в описании есть тайм-код для вас сразу переходите туда мы собственно будем смотреть парных близнецов итак смотрите первая карта это будет как сигнификатора вашего на ваших отношений на сегодняшний день то есть если то что я скажу по этой карте у вас не проигрывается давно тогда не смотрите этот расклад потому что он значит сегодня не для вас так давайте посмотрим что у вас в мыслях по отношению к партнеру и по отношению к этой ситуации которой вы сейчас находитесь что в мыслях у вашего партнера и так ваши эмоции чувства к партнеру через эту ситуацию и соответственные эмоции чувства партнера по отношению к вам через эту ситуацию и как вы будете проявляться ваши действия по отношению к партнеру и как будет проявляться ваш партнер по отношению к вам сходя из той ситуации, в которой вы сейчас находитесь. Ну что, давайте смотреть близнецы. Паш Пентакли. Я смею предположить, что у вас в отношениях на данный момент такая ситуация, когда вы зависимы оба, да, зависимы от материальной составляющей ваших отношений. Это может быть не только финансовая сфера, то есть материя – это не только деньги. Материя – это, в принципе, проявление всего физического. И давайте так, пойдем по бытовому. То есть элементарно, может быть, сейчас ваши отношения находятся на той стадии, когда они только зарождаются. Вы еще не можете сказать, что вы прям давно и хорошо друг друга знаете. Вы не можете сказать, что вы могли бы опереться друг на друга. То есть какие-то первые задатки есть, что тоже хорошо и все прекрасно. Здесь также может быть такое, что вы подумываете или только начали совместное сожительство, и тут у вас начинается такой период притирки, когда вы друг от друга зависимы, в том плане, что от привычек друг друга, от того, что нравится. Допустим, то же самое, кто как привык вести хозяйство и так далее. Естественно, финансовая сторона тоже может быть. Когда, опять же, может быть, вы съехались, начинаете жить вместе, и вы понимаете, что как-то у вас с финансами это не очень хорошо вместе получается. Или, может быть, вы до этого жили хорошо, могли распоряжаться своими финансами, а тут вдруг теперь что-то пошло не так. Или наоборот, вы всегда, допустим, были в том состоянии, когда вы не очень умели справляться с финансовой частью, и вот теперь у вас есть партнер, вы с ним вместе взаимодействуете, но опять что-то не так. То есть, по сути, казалось бы, два кошелька, два дохода, должно быть что-то по-другому, а что-то ничего не меняется. То же самое здесь может быть и по физическому проявлению, то есть, ласки, объятия, тот же секс сюда можно, то есть, это физическое проявление, то есть, как-то вот еще на каком-то таком вот маленьком, не то, что маленьком, а на каком-то уровне зародыша. И в то же время, вы еще не знаете, насколько вы можете вот так вот управлять, насколько вы можете рассчитывать на все это, что что-то еще непонятное. Ну, давайте смотреть. Если у вас, вот смотрите, близнецы, если вы в паре и у вас то, что я сказала, проигралось, тогда смотрим дальше. Если нет, ну что, значит, этот расклад не для вас сегодня. Ну что, давайте смотреть. Ваши мысли. Восьмерка чаш. Смотрите, в мыслях вы понимаете, что вроде бы как все хорошо, что на что-то жаловаться, но что-то в то же время не то. То есть это какая-то вот досада какая-то, чего-то не хватает. Вот действительно какой-то маленькой крупички ее не хватает. И вы не можете понять, чего на самом деле не хватает. Ну, вроде бы, но смотрите, если мы живем вместе, если у нас совместный быт, вроде бы все хорошо, и вроде бы я люблю, и меня любят, и у нас все прекрасно на всех уровнях происходит. А вот что-то не то. То есть вот эта вот непонятность чего, что-то не то. Чего-то не хватает. Давайте посмотрим, что у партнера в мыслях. У партнера в мыслях попадаться с вами. Хочется доказать, кто хозяин. Хочется просто, ну, вы знаете, как это, расчертить территорию, скажем так, да. Сказать, что вот это здесь ты главный, здесь я главный, здесь я опять главный, здесь я опять главный. И вообще давай посмотрим, кто вообще в принципе главный, да, может быть, ты вообще тут, ну, как бы на птичьих правах, да, условно. Смотрите, пятерками этих жезлов, это момент конкуренции. То есть, опять же, та же самая притирка, если вы только недавно начали встречаться и съехались, вот это здесь прям очень, да. То есть, возможно, ваш партнер все свои мысли кидает, не на то, чтобы сделать благополучным, да, то есть, дальше пойти в плане облагораживания быта, больше стабильности, да, а в том, чтобы узнать вообще, извините, чьи этапки важнее и больше и так далее, да. Давайте смотреть эмоциональную часть. Что там у вас в эмоциях, чувствах? Верховная жрица? Ну, смотрите, достаточно вы интуитивно со всем этим справляетесь, да, если, я бы сказала так, то есть, вы слушаете себя и здесь вы особо в конфликт это не вступаете. То есть, смотрите, если мы будем смотреть по первой карте, по вашим мыслям, то есть, возможно, опять же, вы интуитивно понимаете, что что-то не так. То есть, здесь может быть, знаете, такой происходить, возможно, внутренний конфликт, что, опять же, вроде бы все хорошо, вроде бы вот я получила то, чего хотела, да, но все равно что-то не так. И здесь просто мой совет вам послушать свою интуицию, попытаться с ней разобраться, поговорить, да, и услышать, что она хочет вам донести. Давайте посмотрим чувственную, эмоциональную часть. Ага, двойка мечей. Ну, смотрите, ваш партнер не очень-то хочет считаться с чужим мнением. То есть, смотрите, учитывая, что у нас была первая, да, здесь пятерка жезлов, ну, слушайте, как-то, как-то прям все так красиво складывается. Человек, который раньше, возможно, всегда жил один или никто, ну, или условно никто, да, с ним особо в спор это и не вступал. То есть, почему у него сейчас идет здесь доказать, кто главный, кто важный, да, и здесь двойка мечей, просто человек не способен или не умеет, да, считаться с чувствами, потребностями, эмоциями и, опять же, мнением другого человека, то есть, опять же, этот период притирки, ему тяжело дается, возможно, те моменты, когда вы, ну, более правы, да, потому что верховная жреца, она все-таки говорит о том, что вы знаете, как для вас правильно, да, и вы говорите своему партнеру о том, вот мне надо вот так или я хочу, чтобы было вот так, а он вам говорит, типа да здрасте, ну, как бы нихренашеньки не согласен, давай вот тут помахаем палкой, да, такая ситуация, и давайте посмотрим ваше проявление в сторону партнера в отношении этой ситуации, звезда, смотрите, вы займете такую более отстраненную позицию, когда я посмотрю, что ты будешь делать, звезда, она такая всегда самодостаточная, она довольна собой, она сама себе нравится, она не бегает ни за кем, да, она просто, ну, вот на небосводе светит, и ей там хорошо, да, то есть, по сути, ваша позиция, да, и ваши действия, никаких действий, то есть, вы будете сами для себя и сами с собой. действия вашего партнера, правосудие, ну, смотрите, будете пытаться договориться и пойти именно через партнерство, это хорошая карта, на самом деле, если вам этот партнер симпатичен, вы понимаете, что он отвечает практически всем вашим запросам, да, то идите с ним на контакт, то, что он будет вам предлагать, обсуждайте, в первую очередь, обсуждайте, исходя из того, чего вы хотите, чтобы вам тоже было хорошо, да, и правосудие, это, как правило, договоренности, когда обоим партнерам хорошо, когда оба находятся в выигрыше, не когда кто-то молодец, а кто-то потом сидит и локти кусает, да, а когда всем досталось одинаково, да, поэтому, смотрите, близнецы, на самом деле, прекрасный расклад, просто поймите своего партнера, да, ему нелегко, у него сейчас достаточно сложный, момент, но по факту, он придет к тому, что нужно договариваться, да, то есть, если я хочу быть с этой женщиной, я, ну, как бы должен там что-то свое в себе держать, да, и пойти с ней разговаривать, к тому, как, к чему мы хотим, к чему идем, и так далее, близнецы, вот такой расклад был, если у вас это проигралось, пишите в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь, если еще не подписаны, и до новых встреч, ну, а мы переходим к свободным близнецам, и так, близнецы, я решила для вас сделать не такой расклад, какого мужчину встретите там на пороге в октябре и так далее, да, а посмотреть более с трансформационной стороны, поскольку я люблю такие штуки, посмотрим, что вам мешает, да, то есть, в чем вы сами себя саботируете, а самосаботаж мы очень любим, ну, вообще, не только близнецы, да, вообще, в принципе, люди очень любят самосаботаж, и много проблем из-за этого возникает, поэтому, опять же, карта-сигнификатор, первая, покажет нам, кто вы на данный момент сегодня, да, в каких энергиях находитесь, что у вас в жизни происходит, что вы, может быть, чувствуете, что у вас там на всех этих уровнях, и если вам, эта карта вообще никак не отзовется, тогда просто не смотрите дальше этот расклад, ну, значит, он просто не для вас, да, дальше, смотрите, мы посмотрим, какие ваши мысли мешают вам в построении отношений, мы посмотрим, какие ваши эмоции, да, или чувства, ну, эмоции, скорее всего, проявления, да, или не проявления, там карта покажет, мешают вам, да, становятся такой преградой, и посмотрим, какие ваши действия отталкивают ваших потенциальных партнеров, и еще у меня есть такая прекрасная терапевтическая колода тоже, она не классика, она больше оракульного типа, но на самом деле очень говорящая, очень хорошая, посмотрим подсказку для вас, да, на что обратить внимание, чтобы ситуация изменилась к лучшему, так, ну что, давайте смотреть близнецы, вы сегодня король мечей, вот приехали, прекрасно, и какие в этом отношения хотите себе заиметь, ну смотрите, давайте начнем с того, что похвалю, да, король мечей, все-таки, это человек очень интеллектуальный, собственно, вопрос, думаю, же близнецы, да, очень интеллектуальный, воздушный знак, и поэтому здесь у вас полная гармония, но смотрите, в то же время король мечей достаточно холодный и жесткий персонаж, то есть вы сейчас можете находиться как раз-таки в этих холодных и жестких отстраненных эмоциях, то есть по сути вы сейчас никак не проявляетесь, а если проявляетесь, то достаточно, ну опять же, жестко, да, и никакие там эмоции не показываете, не проявляетесь и так далее. Смотрите, если вам это отыгрывается, если вы действительно чувствуете, что вы сейчас больше закрыты, условно против мира всего и все враги вокруг и вообще ну нафиг этих мужиков, женщин и так далее, и без них хорошо, и вообще фу-фу-фу, да, тогда смотрим дальше. Если не проигрывается, ну значит сегодняшний расклад не для вас. и так, ваши мысли, которые мешают вам найти партнера. Пожезлов, но смотрите, здесь может быть такое, у вас есть понимание, что вы не особо-то управляете отношениями, в принципе, да, то есть какие бы вы предпосылки не делали, как бы вы не проявлялись в сторону противоположного пола, как бы вы не показывали, что вы хотите отношений, что вы готовы, что вам кто-то нравится, да, вы высказываете свою симпатию, от вас ничего не зависит, да, то есть по сути, или здесь может быть такое, что вы выбираете тех партнеров, да, то есть, которые в принципе не выбирают вас, или вы в принципе ставите себя в такую позицию, ну, немножечко жертвы, да, что, а я ничего не решаю, да, то есть я могу проявиться, я могу что-то там, ну, подарить, сказать, куда-то сводить, ну, даже не сводить, а предложить куда-то сходить, да, но не факт, что вообще это все проиграется, и как правило, это не проигрывается, да, то есть здесь у вас может быть вот такая вот установочка нехорошая. Итак, давайте посмотрим ваши эмоции, да, которые являются преградой. Угу, пашчаш, так, у меня уже зреет мысль, посмотрим там еще. Смотрите, пашчаш, то есть, опять же, вы проявляетесь, вы эмоционально очень проявляетесь, да, но здесь вы проявляетесь, знаете, как вот, как подросток, как вот это вот в том состоянии, когда первые шаги любви вы делаете, да, первые влюбленности, вот на том уровне, то есть получается, что достаточно незрелые проявления эмоций, да, то есть вы особо это не контролируете, вы особо не понимаете, куда это все ведет, куда это может привести, куда вы хотите это привести, да, то есть вы просто чувствуете, вы просто эмоционируете, вы просто показываете, вы просто как-то проявляетесь, и все, да, то есть у вас нет, скажем так, ну, продуманной стратегии, да, и я хочу посмотреть, какие ваши действия препятствуют. Угу, рыцарь, ну, слушайте, как все поэтично. Рыцарь Жезлов, очень импульсивно, очень настырно, очень прям, вот, знаете, хочется сказать, почему тебя так много, вот так вот хочется сказать, то есть если вы в кого-то влюбились, да, вы максимум внимания, максимум какой-то инициативы в сторону партнера, давай, давай, вот пойдем там, то, то, туда, там, я тебе позвоню, там, то написал, там, 15 тысяч смс-ок за день, да, и так далее, то есть вот такое вот, вот такое ваше проявление, да, но смотрите, близнецы, что я хочу сказать, мне почему-то здесь видится мужская позиция, поведение, да, если вы девушке смотрите, просто сейчас услышьте, вы ведете себя именно, как вот подросток-парень, да, то есть это вот тот человек, который, знаете, как это, хочу, но что с этим делать, не знаю, да, когда вот это вот, я хочу, допустим, познакомиться, с девушкой, я хочу познакомиться с молодым человеком, допустим, там, условно лет в 14-15, но, блин, что с этим делать, для чего это надо, и вообще зачем, да, я еще не понял, ну, то есть вот такое вот происходит, и когда вы проявляетесь, да, вы, допустим, находите объект, который вам прям очень сильно симпатичен, вы туда кидаете все свои, ну, силы, да, то есть чтобы просто завоевать, конкретно прийти и победить, но опять же, с учетом того, что вы здесь вот не особо справляетесь, да, именно с пониманием, да, что, для чего это нужно, то и здесь оно, скажем, стратегия, да, она не очень выигрышная, давайте посмотрим подсказку вам, самосаботаж, интересно, конечно, но смотрите, давайте начнем с самого простого, подумайте, чего вы хотите, да, и что вы делаете, когда вы идете за той мечтой, которую вы хотите, то есть условно, я хочу отношений, да, и что я делаю, когда я хочу отношений, то есть по факту, может быть, вы на самом деле сами себя саботируете, сами перекрываете себе все ходы, не давая даже шанса, может быть, кто-то в вашем окружении на самом деле хотел бы с вами познакомиться, хотел бы с вами войти в отношения, да, но вот этим диссонансом, который вы, скажем так, вносите, да, вы даете понять, что как бы вам не особо нравится, или может быть, опять же, у вас все-таки происходит знакомство, то есть не так, что вы сидите сиднем, да, и там уже плесенью, там мхом покрылись, а то, что вы, с одной стороны, проявляете, да, то есть пока, то есть вы знакомитесь с противоположным полом, но все, что происходит потом, оно говорит об обратном, то есть как будто вы сами саботируете, то есть вы делаете все, чтобы эти отношения распались, да, здесь может быть, опять же, вот чересчур вот это яркое проявление, да, напористое, я вот даже сказала, да, и чересчур эмоциональность, да, когда вас распирает, то вы любите, не можете, там, серенады под окном поете, да, то там в депрессию скатываетесь, и неделями не звоните, там, плачете в подушку, да, то есть, ну, вот, вот такое, знаете, вот, вот здесь подумайте, где у вас происходит вообще, ну, вот этот вот диссонанс, да, где вас разводят в разные стороны, собственно, близнецы, это было все, пишите комментарии, насколько вам отыгралось, ставьте лайки, если вы не подписаны, естественно, подписывайтесь, и до встречи в новых раскладах, пока-пока, и до встречи в новых раскладах, Редактор субтитров А.Семкин А.Семкин Корректор А.Егорова